здравствуйте мои дорогие стартап котики сегодня мы сделаем еще один эпизодик в садике называться он будет очень подходящий называться он будет small talk для стартапов наверное это один из очень небольшого количества эпизодов которые действительно можно было сделать только на том языке на котором я его делаю поскольку объяснять говорящим по-английски что такое small talk для стартапов скорее всего бессмысленно что же такое small talk зачем он нужен и почему вообще стоит посмотреть этот эпизод small talk это некая такая социальная смазка это некий способ того как от полного незнакомства с кем бы то ни было речь кстати совсем не обязательно об инвесторе речь значительной степени также идет и о потенциальных членов команды и о потенциальных каналах сбыта и безусловно безусловно о клиентах что такое small talk small talk это практически бессистемный во многом бессмысленный разговор обо всем о чем угодно кроме конкретики как погода как сыграли нью-йорк янки из что вы думаете о происходящем сейчас а сейчас у нас лето 2020 и соответственно карантина коронавирус в америке как по крайней мере вот это некая такая социальная смазка позволяющая человеку начать разговор с тем человеком с которым он или она еще пока до этого не говорили или почти никогда не говорили в чем же его смысл вот это очень-очень важно понимать что смысл есть был такой чудесный фильм во времена моей юности последний бой скаут с плюсом уиллисом и брюс уиллис там объясняет понимаешь говорят нельзя подойти просто так к парню и дать ему по морде нужно сначала что-то спросить это как бы такой тоже смол ток то есть разговор должен начинаться с чего-то это не так глупо как это может показаться поскольку это есть некая такая калибровка или калибрование одного человека к другому услышать голос этого человека понять манеры этого человека за то что называется handshake так как бы вот пожать руки в общем-то пожимание рук тоже достаточно бессмысленное движение когда вы протягиваете руку другой протягивает руку вы ее пожимаете в чем смысл это это условность точно такая же как смол ток поэтому мне довольно забавно что есть люди говорящие на одном с вами языке настроены очень сильно против смол тока но ничего поскольку это бессмысленная условность но против пожимания рук ничего не имеющие но это точно такая же условность смол ток также имеет очень большое значение в принципе для бизнеса. Я попробую объяснить, почему. Еще раз, здесь весь наш бложек и весь сегодняшний разговор, в том числе, это совсем не про дихатурный стартап-инвестор. Это в том числе и больше всего, и прежде всего, про то, как стартап живет и побеждает, как стартап строит бизнес. Когда вы начинаете как бизнес, как продукт, как сервис общаться с клиентом, то за редким исключением, и мы обсудим в будущем эти случаи, имеет смысл тоже начинать со small talk. Иными словами, когда клиент начинает пользоваться приложением, когда клиент начинает пользоваться сервисом, продуктом и так далее, сразу же сказать так, заплатите деньги и вперед. За редчайшими исключениями, в будущем мы их обсудим, достаточно неэффективно. Вы сначала должны совершить этот самый small talk, то есть откалибровать клиента, понять, дать больше всего не столько понять, но в том числе и понять кое-что о клиенте, но в гораздо большей степени дать клиенту возможность обнюхаться, как бы с вами понять, что это за продукт, как продукт работает, в чем преимущество продукта, в очень, но об этом нечего и говорить, в очень значительном количестве случаев, конечно, очень важно дать возможность попользоваться этим продуктом, посмотреть насколько он удобен, может быть даже попользоваться им коммерчески, только тогда уже спрашивать или предлагать принять решение об оплате. То есть вот такой вот коротенький эпизодик насчет того, что small talk очень нужен, что small talk не ограничивается только вопросами о погоде и обсуждения недавних спортивных и прочих явлений, но также связаны с тем, что вы настраиваете, то есть калибруете, делаете калибровку потенциального клиента или существующего клиента или существующего партнера на то, что у вас происходит. Еще один очень важный момент, пожалуй, последний, касающийся small talk, я уже упомянул, что small talk также нужен и при наборе команды. Вы же не будете прямо сразу же принимать решение о том, с кем завести детей, увидев человека пять минут назад и как бы, ну, зарядка, опять же исключением, наверное, такие есть. Очень важно, чтобы прежде, чем вы кого-то брали работать, очень важно с этим человеком иметь возможность обнюхаться. Поэтому наиболее опытные стартапы, когда берут кого-то в команды, они делают пару вещей, которые, если вы не делаете, то я очень советую вам их сделать. Первая вещь, они не заключают сразу же долговременный контракт, а предлагают какой-то период времени для, то что называется, аптирки, как раз для этого самого small talk, да, в больших кавычках small talk. Когда человек начинает работать на полных правах там и так далее, и так далее, но и у этого человека и у вас есть легкая возможность, скажем, через 30 дней после такого trial, после такой попытки вместе работать, легко расстаться и как бы не чувствовать друг другу никаких негативных чувств. И второй, пожалуй, еще более важный момент заключается в том, что когда вы собираете команду, даже если вы некоторое время этих людей знали, иногда даже если вы их какое-то значительное время знали, но не работали с этими людьми, существует довольно большая опасность, в общем-то даже если вы и долго этого человека или этих людей знали, что эти люди могут уйти. Для этого существует такой термин как вестинг. Вестинг — это период времени, после которого или в течение некоторых отрезков которого человек, работающий в стартапе, начинает получать некоторые порции акций, да, то есть очень неправильно сразу же человеку, особенно ключевому человеку, получающему значительное количество акций, сразу же выдавать все акции. Нужно некоторое время вот проводить самый small talk, нужно некоторое время с этим человеком поработать и посмотреть, как этот человек притрется в коллективе. Ну и в заключение скажу, что довольно многое из того, что мы делаем вот в стартапах, оно выглядит со стороны как некая условность. И small talk, которое я уже, слово, которое я повторил уже раз десять за эти несколько минут, это как раз вот такой очень важный аспект взаимного притирания, очень важный аспект, такая условность, которая помогает разным людям услышать друг друга, понять друг друга и понять в той или иной степени, насколько эти люди друг с другом совместимы, как вот падающие геометрические фигурки Тетриса, либо несовместимы. И если эти люди не очень совместимы, то нужно заранее закладывать какой-то легкий способ с ними расстаться. Конечно, в дихотомии, в отношениях стартап-инвестор это гораздо сложнее, поскольку инвестиции уже состоялось, что ты будешь делать. Но, с другой стороны, хорошая новость в том, что стартаперы и инвесторы не так уж часто друг с другом общаются после того, что инвестиция произошла. Вот такие сегодня советы о смолтоке. Помните, что это очень важный аспект жизни, используйте его умело и используйте его просто как никакой механизм условности. Удачи, дорогие стартапыцы!